Просто это путь к исцелению себя в первую очередь, вот к этой свободе. Можно вопрос по поводу как раз детей, вот эта зависимость, я как коршун, и сейчас я наоборот, нет, вот уроки давай, я не хочу проверять, я не хочу ничего делать, а он такой, ты чё, чё это ты не будешь меня проверять, это нормально, да? Ну как вы сами, вам само это нравится? Мне классно. Ну это надо аргументировать, не мне пофиг. А ты классный, ты самостоятельный, у тебя классные светлые мозги, ты вообще можешь, я в тебя верю, вот как может сказать мама. Какую? Не сидишь, делаешь за меня уроки? Ты меня не проверила, у меня тройка. Ага, это твоя жизнь, твой выбор. Если тебе не хочется быть троечником, да, это тоже тема такая, не делать уроки с детьми, вот когда мама делает уроки с детьми, она хочет быть хорошей мамой. Показаться всем, что у меня на минуточку. Всё хорошо. И в учёбе тоже. И как бы вот эта трансляция, это тоже я, иначе я плохая мама, с этим тоже надо работать, убирать где-то записанное. Я боюсь быть плохой мамой, поэтому я как коршун. Я сама всё сделаю, но чтобы быть чётко, контролирую. Да, потому что, ну как бы мне надо результат. Мне кажется, что ты немножко общество накладывал, потому что в нашем детстве никто никогда не контролировал уроки, но мне так кажется. А сейчас все мои подруги, мне надо делать уроки, какие уроки. Кто с тобой делал уроки, почему ты должна с тобой делать? Это, наверное, да. То есть это общество всё же накладывает поведение. Сейчас надо делать уроки, и так пытаются это. Но опять же разные родители. Если у мамы было подозрение, что она не очень мама, в школе только добавят. Понимаете? И тогда она уже сидит и делает уроки. Не свою жизнь живёт, а уроки делает. И у ребёнка, значит, так. Я когда вырасту, я буду опять сидеть делать уроки. Да в смысле? Я не хочу расти. Я не буду взрослеть. Я буду с родителями до 40 лет там жить, да? Уже зачем куда-то идти? Если мама кормит, мама уроки делала, мама за меня всё делала. Получается, что тут выбор мамы. Но тогда опять же я боюсь быть одинокой. Тогда я буду привязывать к себе детей. Я боюсь их отпустить. А что со мной-то будет? Я же их жизнь прожила. А надо вот свою как-то... Что мне интересно? Ты шестого класса делала уроки. Ну и слёзы, и скандалы, и всё прочее. Потом я плюнула и сказала, это твоя жизнь. Класс. Как хочешь, так и живи. И в итоге? Я приму любую твою оценку. Двойка, тройка, как бы лишь бы ты социалом. Мама выросла. И всё. Слушайте, в итоге, ну честно, я не ожидала сама. У меня нет доступа в электронный дневник. Я никогда не была. У неё был. Пусть у тебя гимназия 4-5. Я говорю вам, представляете, как это ценно, что самому ребёнку это нужно. Потому что не будет, говоришь, если не делала, ты меня мучила. Обычно эти дети говорят, я не хочу там поступать. Или бросают эти вышки, которые потом... И отношения с ребёнком могут быть... Мы перестали быть вот там мать, давай, там учить. Столько интересного можно обсудить. Да. Что тебе понравилось, что не понравилось, что тебя сегодня вообще озарило, что тебя удивило сегодня, что тебя раздражало сегодня. Про эмоции больше. Потому что таким образом мы говорим, смотри, жизнь интересная, разная. Уроки это вот такая часть. В их интересах сделать их быстрее, чтобы время осталось. Представляете, как интересы. То есть... Надо больше давать свободу, отпускать. Вот я помню, когда ещё маленькая была, в магазин отправлялась, и я там за ней, за упал-упал. Но можно сказать ей вслед. Помните эти программирующие фразы? Ты справишься. Я верю в тебя. Ты такая классная. Ты умудрее меня. Программируйте. Пожалуйста. Фразы же могут быть поддерживающими. Ты вообще... Я в твоём возрасте вообще там всего боялась. А ты смелый. А у тебя... Я, честно сказать, и там что-то по учёбе-то не очень. Ну, если это так было. Но как-то я вспоминаю, вот что-то я тогда как почувствовала себя взрослой. Я прям за уроки взяла. И у неё сразу... А, значит, надо себя взрослым почувствовать. Аж взрослый. Ну, пробуй, типа. Значит, я сам за себя. То есть вот это нам надо. Я помню, когда я пробовала, когда Мира, в том числе ты говоришь, себя попугая. Она говорит, я не красивая. Я там толстая. Но она уже не верит вам. Видимо, где-то был период, где-то... Может, на себя вы говорите так. Где-то она не верит. Где-то уже сложилось недоверие. Может быть, вы к себе так относитесь. К себе говорите, ой, я опять толстая. Опять поправилась. Я опять поправилась. И она уже к себе так же программированно о себе думает. А вы такая... А, у меня другая игра. Ты красивая. Она такая... Блин, я уже записала тот сценарий. То есть, девчонки, вот главная мысль... Давайте сегодня прозвучит. Себя спасаем. Радуемся жизни. Налаживаем свою жизнь. Они должны увидеть счастливую маму. И она думает, значит, я, когда буду мамой, тоже буду счастливой. Поэтому мы создали эту сообщество. Да? Класс.